Алло, алло! Приветствую вас! Так вот, мы попали в пробку, вот, и мы едем сейчас на шоу Урганта. Мы решили выйти в прямой эфир, и поэтому я могу ответить на любые ваши вопросы. Я не могу, конечно, их прочитать. Для этого мне необходимо одеть очки. И вот... Так-так-так-так... Она пишет «Доброе утро», видимо, кто-то там у нас... Что? Доброе утро, что? Пишет «Доброе утро», это, видимо, с Америки, какие-то наши зрители. Доброе утро, мои дорогие американские друзья, какое счастье! Нет, у меня вечер, у нас сейчас примерно 16 часов, и мы чуть-чуть опаздываем, потому что мы простояли в огромной пробке. Я чуть-чуть волнуюсь, потому что Урганта, хотя я его знаю давно, очень давно, я знаю Ванечку с 18 лет, я знаю всю семью, я знаю папочку, я знаю бабушку, я вообще обожаю эту семью. Вот, и... но на шоу у Ванечки я никогда не была, поэтому... Привет-привет из Ставрополя! Привет из Ставрополя! Желаю хорошего дня вам! Тоже привет! Спасибо большое, да, мне это очень нужно. Как? Перстень классный, говорят. Ой, спасибо, да, это очень серьезная вещь, подарок Махараджи. Спрашивают, как питаетесь вы? Что? Как питаетесь? Как питаюсь? Честно говоря, никак, вообще не питаюсь, потому что в данный момент случилось так, что я прилетела из далекой страны, а в основном я нахожусь и живу за городом, под Москвой, вот. Но мне надо было срочно на проект вылететь в Лос-Анджелес, там есть серьезный проект, на Marvel Studio, вот, и я была там. И, короче говоря, ребята, перепад 10 часов, есть хочется только ночью, а ночью себе не позволяю есть, а днем есть не хочется, нет аппетита, поэтому вообще не питаюсь. Вот воду пью, много, в огромном количестве пью воду, иногда чай, но редко. Привет передают из Израиля, Владивостока. Израиль, мечта. И так хочу бывать на этой земле. Ребят, приглашайте, я приеду. Серьезно. Так, вас орган-то недостоин, что-то там уже давно никто не смотрит. Ребята, вы ошибаетесь, смотрите, включайтесь сегодня вечером. Видимо, какие-то были не те гости, которые нравились. Наверное, не те гости, наверное, не то достоинство. Но, позвольте сказать правду, не те мозги, много хамства и много зазнайства. Сегодня будет совершенно другой ургант, потому что он будет встречаться с нормальным человеком Наташей, а Наташа будет встречаться с достойным человеком из достойной семьи Иваном. Так что все будет красиво, вот. Спрашивают, а как же Мексика? А что Мексика? А вот в Мексике я не была, милые мои, сейчас как заплачу, шесть с половиной месяцев заплачить, заплакать могу. А то все ощущения у людей-то, как бы, не помните, как я вам говорил. Да, представляете, все почему-то думают мексикам. Такую несут ерунду. Сейчас буду урган-то, кстати, об этом говорить. Все говорят, что я живу в Мексике, сижу там и курю бамбук. Я вообще не знаю, что такое бамбук. Нет, бамбук я очень люблю, только я не знаю, как его курить. Я вообще не курю. Вот, это уже третий вопрос. Ну, короче говоря, за бамбук чела в милой Мексике, а на самом деле давно-давно в Москве. Ах, вы сплетники. Пишут, что вы очень красивая. Ой, спасибо большое. Из Иваново передают привет. Вы представляете, сегодня мне мой сын, вот, написал, что мама, какая ты красивая. Это было так приятно, потому что пока меня гримировали, мой дорогой Ян Трунцев, директор, работал над видео, вот. И он это видео выставил в Инстаграме, и я не могла посмотреть в Инстаграм, потому что не было времени, естественно. И я готовилась, и вдруг мне Ян говорит, Дмитрий пишет, Дмитрий, я даже не знаю, какой Дмитрий, я говорю, какой-то, как, какой, сын, пишет, мама, какая ты красивая. Я такая гордая была, вот, знаете, вообще. Вы свободная, вы красивая, удача, красотка. Спасибо, мне очень нужна удача, да. Как называется камень перстня? Ну, уж это, вы много слишком захотели. Хотите, чтобы я вам его подарила? Ну, хотя бы что-то. Оставьте мне на память. Привет с Мурманском, Магадан с нами. Говорят, что вы отлично выглядите. А, спасибо большое, спасибо. Это называется чудо. Я специально его... Кого? Сочи. Сочи. Ребят, приглашайте, я так хочу приехать в Сочи. Я так люблю Сочи, я вообще все люблю. Адлер люблю, Абхазию, как я влюблена в Абхазию, я вам передать не могу. И в Батуми влюблена, и в Грузию я вообще во все влюблена. И в Армению влюблена, я вообще все люблю. Вот ведь удивительно. Я всех люблю, я ему раз влюблю. Привет из Израиля, Валерия любит вас. Да, ну вот ведь на шоу приходите. Мы все сегодня идем на шоу. Вы не думаете, я еще переоденусь. Я еще выйду в царском смокинге. Но люди пишут, что вы уже шикарно выглядите. Вы считаете, да? Да. Ну нет, нет, нет. У меня будет классический царский смокинг. Я готовилась. Украина, придаю привет, Минск. Спасибо большое. Мы почти поворачиваем на любимое. А вот здесь вот сейчас будем проезжать гостиницу «Космос». Да, где все началось у нас как раз с Максимилианом Шеллом. На съемках фильма «Петр Великий», «Петр Великий», где я играла русскую царицу Евдокию Лопухину, а Максимилиан играл русского царя Петра Великого. И мы часто встречались в этой гостинице. Киев, Беларусь, Украина, Екатеринбург. Просто столько городов. Как приятно, ребят. Вы знаете, как я вас люблю. Я знаю, что я давно не была в прямом эфире. Вот как-то вот я с техникой не очень дружу. Хорошо, когда я рядом. Германия, да. Что вы думаете? Абакан. Вот пишет только ради вас. Будем смотреть Урганта сегодня. Правда? Да. Спасибо вам большое. Прекрасно. Будут ждать ссылку на эфир. Ребята, мы все выложим, конечно. Конечно, мы выложим. А вы смотрите, включайте первый канал. Обязательно. 23 часа. 23 часа, наверное, это поздновато. А во сколько Урганта? А я не знаю. Я вчера... Нет, нет, нет. Гораздо позже. Не гораздо позже, мне кажется. Я вчера ночью, добравшись до постели, безумно, безумно уставшая, вот, врубаю, значит, почему-то первый канал, и там идет передача Урганта. Я думаю, как важно. Ты учись. Ну, вовремя. Ты смотри, короче говоря. Я же ответственная. Я секунду. Прочитаю просто очень много комментариев. Здоровье долгих лет любим. Из Хакасии привет передают. Пишут, хорошо, что вы приехали. Мы вас очень любим. Привет из Казани. Спасибо. Базария любит вас. Привет из Рима. Представляете? Надолго ли вы в Москве, спрашивают? Ну, надолго, да, очень надолго. Я только вот хочу к детям вырваться на Рождество. Это для меня как-то очень важное дело. Так что приглашайте, Наталья, до весны в Москве. Мастер-классы, творческие встречи. Да, творческие встречи, мастер-классы. А также корпоративы, новогодние. Да, кстати, вот совсем скоро. Вот это очень интересная тема. Потому что Мэри Поппинс может прилететь в любую загадочную точку. Вот. И дать урок, преподать урок настоящего класса эстетики, понимания, любви, счастья. И вообще аристократизм. Привет из Нью-Йорка. Бассейн. Боронеж. Ну, просто у нас люди со всего мира. Сергиев Посад. Ой, это вообще, вообще как приятно. Это не моя была идея. Потому что попали в пробку. Ян говорит, ну что, слабо выйти в прямой эфир? Я говорю, как прямой эфир? Что прям сейчас вот прямой эфир? А так все, говорит, делали сейчас у нас в машине. Ну ладно, хорошо. Какие планы в Москве? Друзья, ну мы пока не можем рассказать, потому что мы... Ну, планы очень серьезные. А ТикТок-то? Ну, это... Нет, это можем, да. Вы говорите или нет? На следующей неделе запускается с Натальей Тимуром Бекмамбетовым киноакадемия ТикТок Раша. Мы все анонсируем, все обязательно выложим. Вы все увидите. Да, это очень большой проект. Это большой на месяц проект будет, да. Вы это все увидите. Скоро на Первом канале выходит новый сериал «Наследницы». Наследницы, где Юлечка Пересельк, любимая, удивительная. Мы с ней вместе, потому что я играю ее маму. Она прилетела из космоса, поэтому вовремя. Да, доченька прилетела. И вот уже, как бы сказать, готова выйти на премьеру на Первом канале. Очень много проектов, в том числе и в Америке, и вот, и в России. И в Мексике, честно говоря, есть очень серьезная мысль. В Мексике очень хочется киностудию построить. Ну, это в планах. А так, вот, конкретно в Питер. Скоро Наталья приедет, на следующую неделю. Ну, я иду в Питер. Так что... 17-го числа я буду в Питере. Ну, зачем вы прям так уж... А то вас там будут ждать в поезд везде. Ой, да. Ну, простите, да. Да, буду. У меня там шоу. Вот. Так, никому не рассказывайте о своих планах, говорят. Не надо, да? Ой, да, правда. Ваши глаза светятся молодостью. Спасибо. Так и есть. Вы знаете, так и есть. Волшебного вечера. Любим вас. Спасибо большое, спасибо. Пожелайте мне только одного, ребят. Вот сейчас, по-настоящему. Я на перепаде времени, мне по-настоящему нелегко, окей? Потому что 10 часов разницы. И я сейчас в это время, в 4 часа утра, честно говоря, сплю. А, сейчас в 4 утра? Ну, конечно. Вот. Поэтому пожелайте мне просто одного, энергии. Я так соскучилась, я так люблю Ваньку, Ванечку. Вот. И мне просто энергия должна чуть-чуть. Все фильмы любят Ваши, говорят. Спасибо, спасибо. Просят подключиться в эфир. Друзья, я думаю, что это не последний эфир, который мы будем в ближайшее какое-то время делать. Нет, конечно, с прямой у нас будет очень много эфиров. А ТикТок наш прямой эфир будет? Тоже прямой, да? Он будет у нас на инстаграме. Конечно, мы анонсируем все это выложим, конечно. Хорошо, тогда большое спасибо. Друзья, мы уже подъезжаем, поэтому пора прощаться. Да, мы уже практически в останки. И кажется, мы опоздали, нет? Нет, все в порядке. У нас все в порядке, слава богу. Но я контролирую энергетический процесс, поэтому иногда дорого стоит. Я имею в виду силу и энергии, но, как бы сказать, силой своей воли. Ну все, прощаемся, друзья. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо, что вы пришли ко мне вот так неожиданно. И подарили столько любви. Спасибо вам за это. Взаимно, взаимно, родные, взаимно. Так.